Продолжение следует... 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 Два необходимых для активации лимфоцитов сигнала. Сигнал аналогичный сигнал через CD3 молекулу и сигнал через CD28. Принцип получения достаточно прост. В первой генерации уже работоспособных антител использовались одноцепочечные фрагменты рекомбинантных антител к опухолеспецифическим маркерам, которые генноинженерно химеризовались или связывались с внутриклеточной сигнальной частью CD3 молекул. В дальнейшем стало очевидно, что если сюда добавить костимуляцию от CD28, то такие рецепторы эффективнее активируют лимфоциты. В третьем поколении была внедрена сигнальная молекула F1BB, которая позволяла дольше персистировать карты-лимфоцитов в периферическом русле у пациентов, что вело к более протяженным, более продолжительным терапевтическим эффектам. Мы сегодня будем обсуждать в основном рецепторы третьего и четвертого поколения, которые мы используем в своей работе. И если хватит времени, то обсудим наши результаты по таргетированию трех видов мишеней. Это GD2, антигены, мембранный антиген ракопростаты, антиген стволовых клеток ратопростаты и оригинальный подход, связанный к таргетированию FLT3-позитивных клеток миоэллийкозов. Пару слов про GD2-антигены, почему он привлек наше внимание. Он не является классическим белковым пептидным антигеном в нашем понимании. Это сложный ганглиозит, содержащий в себе углеводную и липидную часть, не подвергается классической презентации, тем не менее присутствует на достаточно большом спектре опухолей. Нас, как сотрудников детского центра, конечно, в первую очередь привлекает нейробластома, но, тем не менее, достаточно большое количество публикаций показывают, что он высоко экспрессируется на глиомах, меланомах, саркомах, мелкоклеточном раке легком. И в последнее время появились работы даже от 3-полнегативном раке молочной железы. Соответственно, если говорить ототально, то это практически 10% от всех солидных опухолей. У нас был создан большой набор генетических конструкций и вирусов на их основе, начиная со 2-го и заканчивая 4-м поколением, которые специфически через известные антитела или через разработанные нашими коллегами одноцепочные антитела способны распознавать клетки нейробластомы и глиобластомы. Простыми методами молекулярной биологии и биохимии мы доказали экспрессию этих антигенов путем детекции на вестерном блоте белков, содержащих фрагменты CD3-зета-чейн и соответствующему расчету молекулярной массы. Наибольшая часть рецепторов, которые мы используем в своей экспериментальной работе и отчасти они же используются в клинике для лечения пациентов с лимфобластными лейкозами, это третье поколение каров с использованием еще участка айкоса. Создавая лентивирусную кухню, важно понимать, какой уровень трансдукции мы можем добиться в донорских лимфоцитах в результате инфекции. В настоящее время мы рутинно получаем 60-80% трансдуцированных клеток вне зависимости от типа используемой генетических конструкций. Соответственно, все лентивирусы, которые мы используем, мы тоже получаем у нас в лаборатории. При ко-трансфекции с использованием картии двух белков, в частности, когда мы говорим об использовании тролекина-15 и его рецепторного антагониста, для того, чтобы проанализировать функции, возможно, четвертого поколения рецепторов, мы можем уверенно получать до 90% трансдуцированных по антительной части и до 30% экспрессирующих в этой же популяции клеток нитролекин-15. Соответственно, с использованием этих рецепторов можно продемонстрировать гибель клеток глиобластома в культуре. Данное наблюдение зафиксировано с использованием прибора Инкусайт, когда мы анализируем свечение с живых опухолевых клеток в начальной стадии. И эти клетки кокультивируются с карты лимфоцитами, с нетрансдуцированными лимфоцитами или интактными в отсутствии. Мы видим классическое увеличение количества светящихся клеток в образце в случае контрольных опухолевых клеток. Их скорость роста соответствует нормальным. При этом при кокультивировании с нетрансдуцированными лимфоцитами мы не видим никаких изменений, в то время как уже на 48-й день и на 48-й час культивирования с карты лимфоцитами специфичными к GD2 антигену, экспрессируемыми на клетках этой глиобластомы, мы видим практически стопроцентный пилинг, что нашло свое отражение в кривых ростах. То есть карты полностью убивают клетки глиобластомы, в то время как контрольные клетки сохраняют свои классические кривые росты. голубая линия – это в присутствии лимфоцитов соответственно. Аналогичные результаты мы получили с широким спектром других распознающих доменов, отвечающих за распознавание GD2. Это антитела B8, полученные в ИБХР, это классические антитела C7, которые хорошо известны из литературы. И мы видим, что достаточно агрессивная и быстро растущая клеточная линия MR32 в присутствии всех видов этих конструкций гибнет уже к середине срока культивирования, в то время как контрольные клеточные линии растут. При этом антитела B8, очевидно, превосходят известные из литературы классические антитела, которые используются в составе препаратов, например, унитоксин для лечения нейробластомы у детей. Очевидно, что в силу того, что GD2 является сложным не белковым антигеном, методы классического иммуноферментного анализа для его детекции работают плохо. Поэтому мы разработали, скажем так, адаптировали и разработали методику LC-MS, это жидкостная автоматография с последующим анализом на масс-спектроме, при которой позволяет получать, детектировать наличие растворимого GD2 как в образцах сыворотки и плазмы крови пациента, так и в биопсийном материале при пересчете на тотальный белок. При этом те кривые, которые получаются в результате стандартизации, достаточно линейные, и р-квадрат составляет в среднем от теста к тесту 0,997-998 тысячных. Соответственно, мы можем четко видеть два пика, характерных для GD2 на фоне остальных примесных субстанций. И это позволяет нам с высокой степенью вероятности прогнозировать и стадию развития заболевания, и использовать данный маркер в качестве метаболита для детекции по аналогии с жидкостной биопсией, и самое главное, селектировать пациентов с неочевидными нозологиями, такими как рак молочной железы, как мелкоклеточный рак легких и глиобластома, когда не всегда получается получить материал для анализа на предмет экспрессии GD2 опухолевыми клетками. Таким образом, полный цикл работ, связанных с разработкой и внедрением GD2 специфичных карти лимфоцитов, произведен и готов к дальнейшему клиническому и доклиническому испытанию. Кроме того, интересно было создать, обладая таким широким банком конструкции, которые мы создали на первом этапе работ, нам было достаточно просто заменить антиген, распознающую часть в наших векторах, на соответственно антитела, которые узнают мембранный антиген клеток рака простаты и антиген стволовых клеток рака простаты. Мы тоже получили хорошую экспрессию этих химерных рецепторов после лентивирусной трансдукции и таким образом можем их активно использовать в испытаниях. Соответственно, было выбрано две модели, это PC3, которые относительно негативны по мембранному антигену и слабо позитивны по антигену стволовых клеток и ДУ-145, которые относительно позитивны и по мембранному антигену и хорошо позитивны по антигену стволовых клеток. На данных клеточных линиях после их модификации были получены кривые росты, демонстрирующие ингибирование роста клеток рака простаты с использованием различных комбинаций карти, в то время как контрольные клетки и клетки в присутствии нетрансдуцированных лимфоцитов росли с примерно той же скоростью, как и исходные. Аналогичные графики мы можем продемонстрировать в отношении к клеточной линии ДУ-145. И, наконец, времени остается мало, хотел бы показать совсем инновационный подход, который мы недавно придумали и уже опробировали для клеток острого миелоидного лейкоза. Понятно, что там специфических мишеней не так много и не так они хорошо изучены, как в случае с лимфобластным лейкозом, где мы можем таргетировать CD19, CD20 и целый ряд других мишеней. Мы предложили вместо антитела на поверхности, вместо антител, одноцепочного антитела на составе химерного рецептора использовать последовательности, специфичные к рецепторам. В частности, мы взяли хорошо известный цитокимифлт-3-легант, включили его в состав химерного рецептора, дальше классическая часть рецептора третьего поколения, достаточно высокая, там по 70% уровень его экспрессии в лимфоцитах, и две мишени, одна позитивная, это модель THP-1, 88% позитивных клеток и негативная L-937. Соответственно, мы показали специфический киллинг позитивных клеток, это THP-1, вот так как это выглядит в видимом свете, в флуоресцентном свете на инкусайте, в то время как контрольные клетки, трансдуцированные конструкции специфичные к CD19, эти клетки не убивают. Ну и клетки, на которых антиген отсутствуют, тоже достаточно спокойно и хорошо живут в присутствии FLT-3 специфических карте. Более того, если мы добавляем в среду кокультивирования растворенный FLT-3 легант, то он отменяет эффект киллинга, в то время как в отсутствии этого леганда киллинг сохраняется. Таким образом, можно говорить, что в настоящее время широкий спектр опухолевых антигенов доступен для таргетирования. Замена антигенораспознающей части с целью смены специфичности взаимодействия с одного антигеном и другой является рутинной технологической задачей для генных инженеров и может быть с легкостью внедрено в дальнейшее практическое использование клиники. В заключение я бы хотел поблагодарить фонд науку детям за финансирование части представленных работ и сотрудников лаборатории молекулярной иммунологии Центра Димы Рогачевой и молекулярной иммунологии Бахаран, которые принимали участие в проведении экспериментов. Благодарю за внимание, коллеги. Продолжение следует...